Здравствуйте! Как всегда в это время вы смотрите очередной выпуск нашей субботней программы дежурной по печенге в студии Пётр Широбоков и вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кольский горно-металлургический в Манчегорске будет создан образовательно-производственный центр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс профмастерства в Кольской ГМК определили лучшего лаборанта химического анализа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и вот теперь все подробности. 95% сотрудников Кольской ГМК, которые имеют право на участие в программе «Цифровой инвестор», уже написали заявление на открытие специального счета. Именно на него будут перечислены деньги от работодателя на приобретение цифровых финансовых активов. Корпоративная программа Нурникеля «Цифровой инвестор» позволит сотрудникам стать бенефициарами бизнеса. Ее старт был объявлен топ-менеджментом компании в марте этого года. У нас в компании очень хороший социальный пакет, достаточно высокий уровень зарплат по сравнению с рынком. И программа «Цифровой инвестор» не отменяет и не заменяет эти элементы. Она вводится дополнительно к тому, что уже есть в Нурникеле на сегодняшний день. Ну, в народе эта программа называется «Народный капитализм», когда все сотрудники компании, которые отвечают определенным критериям, получат цифровые финансовые активы. Став участником программы, сотрудник Нурникеля получает возможность инвестировать в цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости акций компании. Не вкладывая при этом собственные средства, все деньги на покупку ЦФА он получает от работодателя. Для этого и надо открыть специальный счет цифрового инвестора в банке определенным компанией. Сделать это без участия в зарплатном проекте невозможно. Выдача цифровых финансовых активов для основной массы сотрудников КГНК планируется в феврале-марте следующего года, поэтому время еще есть. Однако мы просим сотрудников, чтобы они не затягивали, так как кроме открытия зарплатных счетов им нужно загрузить платформу и убедиться, что у них все работает, они могут в этом работать. Для сотрудников шахты Каула Котсильвара мы планируем выпуск ЦФА раньше, до конца этого года. В ходе реализации программы в Норникеле развернута масштабная информационная и образовательная программа для сотрудников. Созданы специальные материалы, запущен обучающий курс, работают горячие линии. Ведется индивидуальная работа по разъяснению всех особенностей цифрового инвестора. В рафинировочном цехе Кольской ГМК меняют краны. В начале лета обновили мостовые, а сейчас взялись закозловые. Они увеличат производительность и скорость работы. Подъемные устройства изготовили на одном из отечественных предприятий, приняв во внимание особенности северного климата. Два козловых крана используются для разгрузки и обработки железнодорожных платформ. Из-за того, что грузоподъемная техника работает на улице, ее конструкции сильно износились. Несмотря на регулярное техническое обслуживание, текущие капитальные ремонты оборудования нуждалось в ремонте. За 40 лет они уже все, что можно, выработали. То есть у новых кранов все равно и ресурсы, и уже технологии совершенно другие. То есть они, ну, мое мнение, что будут намного надежнее. Работы начали в конце июня. На объекте трудятся сменами по пять человек. Уже смонтировали ходовые тележки, приступают к установке левой части моста крана. Параллельно собирают правую. Сложности нет. Сложность только в том, чтобы спланировать технику. Потому что техника крупногабаритная, торгованная, очень дорогая. То есть надо правильно расставить вплоть до часов, когда она должна у тебя работать. Планируется, что до конца лета все работы завершат. И осенью специалисты смогут использовать новые подъемные устройства. Данил Скуратов, Кирилл Грапиняк, Максим Кравченко, Александр Полистовский, ТВ-21+. Новые возможности в области медицины появились у сотрудников Кольского дивизиона «Норникеля» и членов их семей в Манчегорске. Там начал работу МРТ «Модуль». Здание возведено на территории санатория-профилактория «Кольский». И перерезать символическую красную ленточку собрались представители компании, правительства области, администрации города. Это обязательно скажется о качестве жизни наших жителей. Спасибо огромное. Комплекс состоит из двух частей. В одной сам аппарат МРТ, в другой вспомогательные кабинеты. Врачи, рентгенологи, терапевт, специалист ультразвукового исследования, эндокринолог и невролог приехали из Екатеринбурга, Москвы, Уфы и Кировской области. Мы пришли сюда для того, чтобы привнести и максимально приблизить медицинскую услугу как горожанам, так и работникам группы компаний. Для этого компания тратит денежные средства для привлечения персонала, для того, чтобы не разрушать структуру здравоохранения области. Создание модуля в Манчегорске – один из пунктов соглашения Нурникеля и правительства Мурманской области о социально-экономическом сотрудничестве. Чаще всего в общении с сотрудниками мы слышим здравоохранение, образование и места проведения досуга. Так вот, до сегодняшнего дня возможность пройти такое исследование, ближайшее, было только в Мурманске. А дальше Москва, Санкт-Петербург, Москва. Я это знаю по личному опыту. И с сегодняшнего дня появилась возможность пройти такое исследование в Манчегорске, потому что для работающего человека поездки в другие города достаточно сложные. Услугами аппарата смогут пользоваться не только сотрудники группы компании Нурникель и члены их семей, но и жители города. С Министерством здравоохранения региона решается вопрос о выделении квот. Действительно, такой проект, он носит социальную окраску, и мы очень рады, что Норильский Никель является инициатором таких проектов. Также в рамках масштабного соглашения Нурникель планирует реализацию еще одного проекта – возведение нового корпуса на территории Манчегорской центральной районной больницы. В настоящий момент статус уже готовности весьма высокий. Компания проработала полностью вопросы геодезии, проектирования. В ближайшие буквально 2-3 недели готова будет представить Мурманской области результаты работ. Соответственно, как только пройдет согласование, приступить к реализации. Новый больничный корпус более 4 тысяч квадратных метров будет вмещать несколько отделений – детской реабилитации и диагностики. Сумма инвестиций в этот проект составит более 800 миллионов рублей. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Атомный легтировоз «Севморпуть» доставил в Мурманск более 5 тысяч тонн рыбы. Судно следовало по маршруту первого в этом году субсидируемого каботажного рейса. Он входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В порт Мурманска прибыл атомный контейнеровоз «Севморпуть» со свежемороженой рыбной продукцией из Петропавловска-Камчатского. Всего 204 рефрижераторных контейнера. Их постепенно выгружают. Мурманский транспортный филиал судно такого класса принимает впервые. Длина и глубина причалов позволяли это и раньше. С безопасной стоянкой контейнеровоза тоже проблем не возникло. Хотя прежде здесь обрабатывали суда на 100 метров короче. В этот раз у нас появилась возможность. Коллеги с Атомфлота обратились оказать им содействие. Мы нашли возможность и поставили это судно второму плечам. Напомню исторически, что Норникель был инициатором вообще круглогодичной навигации. Это было там чуть более 50 лет назад. И с тех пор мы, Атомфлот, это неразлучные партнеры. К слову, доставленный груз здесь не задержится. Дальше морепродукты отправятся на централизованные склады в Москву и Санкт-Петербург. А потом на полки магазинов. Дары моря привезены в рамках первого в этом году субсидируемого каботажного рейса. Он следовал по маршруту Санкт-Петербург, находка, Петропавловск-Камчатский, Мурманск. На пути следования борт лихторовоза был загружен не только рыбой. Например, на Дальний Восток доставили металлоконструкции, пиломатериалы, краны и автотехнику. Все под чутким руководством капитана Олега Маркова. В основном обратный груз берем с Петропавловска-Камчатска. Это рыбная продукция. И везем ее обычно в Санкт-Петербург. Но в этот раз мы пришли в Мурманск. Расширяется сфера деятельности самого судна. И Норильский никель себя показывает с другой стороны, что он может обрабатывать такие крупные суда, как все в Мурпуть. Хотя для Норильского никеля мы не первый раз. С 1993 года до 2007 года мы работали на линии Мурманск-Дудинка. И зарекомендовали себя, по-моему, очень неплохо. В рамках федерального проекта развития Северного морского пути в октябре атомный лихторовоз выполнит еще один субсидируемый каботажный рейс. В Минвостокразвитие отмечают, организация регулярных контейнерных линий способствует снижению логистических издержек. Для грузовладельцев это шанс доставить свой товар без оплаты фрахта. Элина Шагенова, Андрей Бричко, ТВ21+. В Манчегорске и Печенском округе выпускники школ смогут получать среднее профессиональное образование высшего качества. Соглашение о создании образовательно-производственного центра «Кольский горно-металлургический» было подписано в Министерстве образования и науки Мурманской области. Подписи под документом поставили пять заинтересованных сторон – представители Кольской ГМК, компании «Печен-Гастрой», Печенского политехнического техникума, Манчегорского политехнического колледжа и Министерства образования и науки Мурманской области. Абсолютно все заинтересованы и предприятия, и все уровни власти, и наши колледжи для того, чтобы создавались новые условия. Компания «Нурникель» – это одна из тех компаний, которые, как никто, заинтересованы. Уложение свыше 30 миллионов рублей – это новые лаборатории, это новое содержание обучения. Это не только работа со студентами, это работа со школьниками. И наша задача в рамках проекта «Профессионалитет» не только сам изменить колледж, но и изменить восприятие ребят на то, что происходит в регионе, и открыть глаза на те возможности, которые создаются в нашей Мурманской области. Создание образовательно-производственного центра «Кольский горнометаллургический» – это результат активного участия региона в федеральном проекте «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации развития образования. Цель и задача – преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профобразования и внедрения новых подходов. «Хочу отметить, что Кольская ГМК – это первая, которая подписала соглашение «Профессионалитет» в рамках всей группы компании «Норильский никель», то есть в этом плане мы флагманы. Мы сможем получить достаточно ресурсов, чтобы обеспечить подготовку как материальной, так и научно-технической базой для подготовки молодежи, которая будет приходить на наше предприятие». В Манчегорске будут открыты новые площадки для практической отработки навыков студентов Манчегорского политехнического колледжа и Печенского политехнического техникума. «Это семь у нас будет зон, современных зон. Это лаборатория маркшейдерского отдела и геодезии, лаборатория металлургической экспертизы, лаборатория автоматизации металлургического производства, это слесарный участок, это сварочный полигон, это электромонтажный участок. И для профессии машинист-крана, крановщик, который получает в рамках своей профессии еще вторую квалификацию как водителя автомобиля категории «С», мы закупаем новый грузовой автомобиль». «Мы набирали до этого года только, учили только заочно, а с 2024 года открываем очно. Это подземная разработка месторождения полезных ископаемых. С учетом потребности таких кадров в Кольско-горно-металлургической, мы тесно будем взаимодействовать с этой компанией в рамках профессионалитета». Всего в регионе планируется в течение 2023-2024 годов создать семь подобных кластеров. Петр Широбоков, Максим Чинкин, ТВ21+, Мурманск. В Кольской ГМК определили лучшего лаборанта химического анализа. Конкурс профессионального мастерства провели среди сотрудников контрольно-аналитического центра. Вот как это было. В профессиональном поединке сошлись представительницы прекрасного пола. Восемь специалистов по контролю качества двух площадок Кольской ГМК. Конкурс провели в два этапа. На образовательной платформе Академии Норникеля тестовым способом проверили теоретические знания лаборантов. Практический этап состоял из нескольких блоков. В первом участницы взвешивали навески проб анодного никеля. А во втором определяли концентрацию щелочи в водном растворе тетриметрическим методом. Баллы выставляли за точность расчета, правильность выполнения работы, отсутствие нарушений техники безопасности. Также конкурсная комиссия оценивала скорость. По сути дела это все такие бытовые задачи, но сложность, нервы и все. Руки подвели, начали дрожать. В период тетрования уже все привыкло и все прекрасно, все здорово. Скорость и точность – основные критерии в работе Натальи Лаврентьевой. Девушка трудится на участке цеха электролиза никеля. Там лаборанты проводят анализ рабочего материала. Аппаратчики гидрометаллургии, опираясь на их заключение, корректируют процесс, чтобы получить высокое качество готовой продукции. В нашей лаборатории в ЦЕН-2 у нас стараемся делать побыстрее, потому что у нас анализы влияют на работу цеха. То есть мы, конечно, не за пять минут мы делаем анализы, но стараемся делать точно, все по правилам, но побыстрее. Дина Сесюра посвятила профессии всю жизнь. В 33 года работает на одном месте – лаборантом химического анализа контрольно-аналитического центра. Показала самые лучшие результаты, набрала наибольшее количество баллов по итогам двух этапов. Я все-таки думаю, опыт – это опыт многолетний, труд, и вот помог. У нас раньше была очень тщательная подготовка, очень строго. Мы решали задачи, мы готовились, чуть ли не к репетиторам ходили. Очень, так тоже было волнительно на экзаменах, фундаментальные знания. Просто вот эти знания, конспекты старинные, они прям помогают всем девчонкам молодых, и даю. Несмотря на волнение, все показали достаточно твердые, хорошие знания теории. Ну а практически этап конкурса только укрепил позиции тех, кто действительно сильный. Все участницы получили подарки от компаний. Тройка лучших, благодарственные письма и памятные сувениры. Третье место у лаборанта – химанализа из-за Полярного Алены Погодиной. Еще два призовых места завоевали сотрудницы Манчегорской площадки. Второе – Наталья Лаврентьева, первое – Дина Сесюра. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Ну и вот на этом очередной выпуск нашей субботней программы «Дежурный по печенке» подошел к своему завершению. С вами был Петр Широбоков. Хороших всем нам выходных и до встречи через неделю. Продолжение следует...